Раньше Элла Бондарева гуляла по центральным улицам Ставрополя с сыном, а теперь с внуком или сама. На улице Маршала Жукова она живет больше 20 лет. Зная здесь, говорит, практически каждый камешек. Но в последнее время, признается, привычный вид этой территории меняется буквально на глазах. Конечно, замечаем каждое изменение и в лучшую сторону, когда удобно идти по пешеходным зонам. Это прежде всего наш комфорт, это удобство, потому что в любое время года, ну прежде всего мы женщины, конечно же, если на каблуках, то каждая ямка. А пожилым людям это безопасность, это прежде всего безопасность. Как минимум дважды в день по этим тротуарам спешит по делам и Ирина Борщева. Она тоже рада преображениям, причем не только на родной улице. Приятно отметить, что город оформляется в едином стиле. Это очень здорово, то есть не выбивается из единого ансамбля. Это очень красиво. Гости, приезжающие в наш город, отмечают, что он очень яркий, красочный, радует глаз. И смотря на плитку, которая не серое и унылое асфальтовое покрытие, это яркая плитка, которая поднимает настроение. К началу преображений на одной из центральных улиц приложили руку жители, которые активно голосовали за благоустройство объектов в программе «Комфортная городская среда». Как дворовых, так и общественных территорий. И эта улица – часть проекта реконструкции театрального сквера. Средства выделены бюджетами разных уровней. Как итог, около 4000 квадратных метров прогулочной зоны на марше Лужуково застелят новой плиткой, установят бордюры и создадут безбарьерную среду. Отремонтируют коммуникации, сохранят зеленые насаждения. При этом цветовое единообразие стиля для всего города не даст загубить уникальность отдельных зданий. Общая цветовая гамма, она одна. Единственное, что, допустим, в этом месте уместна плитка такого формата, такого цвета, более приглушенна. Нет задачи сделать единообразие цветовое. Есть задача создать гармоничную среду, как в цветовом виде, так и в средовом, и в пространственном, и в том числе за счет зеленения. Временные трудности для пешеходов обещают городские власти. Здесь закончатся осенью. Уже в сентябре ставропольцы смогут протестировать обновленную аллею. А сама программа создания комфортной городской среды в краевом центре продолжится. Ирина Ивановская, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение.